Это ярмарка уже четвертая по счету и мы заложили хорошую традицию. Я знаю, что многие города Украины приезжают, спрашивают, смотрят и пытаются провести нечто похожее у себя. Конечно же, праздник спорта, он объединяет практически все федерации нашего города. На сегодняшний день 60 спортивных федераций и порядка 25 других организаций спортивных представлены на ярмарке спорта, поэтому мы видим большое количество участников. У нас есть три так называемые зоны. Зона спортивных игр, где, собственно, проходят соревнования. Это футбол, баскетбол, волейбол и так дальше. Зона боевых видов искусства и все федерации, которые будут представлены на центральной аллее парка. Я очень рад, что случайно оказался здесь, в праздном Харькове. В субботу, да, в такой праздник. Очень хорошая атмосфера, очень классно, что столько людей, все прыгают, отжимаются, приседают, танцуют, фехтуют вон там еще чуть-чуть. День хороший, погода хорошая, пойду тоже, наверное, поотжимаюсь где-нибудь на траве. Оригинальная федерация – это бейсбол, софтбол, это американский футбол, это деберцы. Ну, наверное, непривычно для нашего традиционного восприятия спорта, но, тем не менее, они есть. И суть ярмарки как раз и состоит в том, чтобы показать эти спортивные федерации, где они находятся, чтобы люди попробовали играть в тот или иной вид спорта. Эмоции положительные, конечно. Конечно, нужно рекламировать не только наши спорты, но и вообще, в принципе, спорт для того, чтобы люди развивались не только духовно, но и физически были здоровы, красивы. Ну, как бы, нужно все-таки заниматься спортом, чтобы молодые ребята не пропадали просто так. Возможно, где-то талантливые не знают, что у них талант в этом виде спорта. Мы, конечно, их будем приглашать, будем рекламировать свой вид спорта и будем ждать их на своих тренировках. Сегодня Харьков подтвердил в очередной раз титул спортивной столицы Украины. Мы хотим подкреслить очень высокий уровень, организационный уровень организации этого рекорда, так как мы нараховали 2001 участников рекорда. Такие массовые рекорды, они, конечно, потребуют высокого профессионального и организационного работы. И Харьков, как всегда, на высоте. Я хочу сказать, что в Харькове станом на начале этого года было зарегистровано 41 рекорд. А это означает, что Харьков, не враховывая Киеву, держит лидер, делающие место среди областных центров Украины за количество зарегистрированных рекордов. Той, который мы делали, это туль для начинающих, то есть, по-моему, для какого-то из желтых поясов. Мы можем повторить каждый, если тренироваться хорошо. Это основные три удара в тейквондо, которые есть ногами. И первое упражнение тули, есть такая программа тули, это для получения поясов, для сертификации люди выполняют туль. Это самый первый туль. Самый маленький был трехлетний ребенок, который, это детки одного из наших тренеров. Самые взрослые были где-то в районе 63 лет. Это люди, которые занимались. То есть, возрастного ценца фактически не было. И, по-моему, все у нас получилось очень здорово, слажено. Надеюсь, что наш пример подхватят другие города, но вряд ли им это удастся. То, что показывали ребята, это несложно. Эти упражнения умеют делать человек, который приходит в зал, занимается тейквондо. Он способен это выполнить. Гораздо труднее было организовать этот коллектив. Родителей, детей. Это умение работать в команде. И я считаю, что нам это удалось. У нас очень сильный тренерский коллектив. И все поддержали эту идею. Мы показали, что мы действительно очень массовый вид спорта. Очень популярный. То есть, мы имеем результаты. И в направлении высшего спортивного мастерства. Вот через неделю уже уезжаем на чемпионат мира в Корею. Костяк сборная. Это харьковчане. А те ребята, которые сегодня вышли, и среди них были участники предстоящего чемпионата мира. Мы показали, что у нас есть большой резерв. И нам есть откуда черпать источник энергии, позитива и будущих спортивных медалей. Сегодня мы видели порядка двух тысяч участников флешмоба. Это действительно приятно, что все треквандисты разных поколений объединились для того, чтобы действительно поставить рекорд Украины. На прошлой ярмарке, по нашим подсчетам, порядка 80 тысяч человек за целый день посетило ее. И федерации проводят одновременно набор детей в свои школы, в свои секции по видам спорта. Они, соответственно, я знаю, порядка трех тысяч детей в прошлом году только лишь на ярмарке записались в ту или иную федерацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok